А вы в курсе, что из Сочи с любовью возят не только сувениры, но теперь еще и шутки? Из Сочи с любовью. Так называется городская команда КВН, которая недавно представляла курорт на краевом фестивале веселых и находчивых. Здравствуйте, я Инга Кабешия и это программа «В курсе». В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. Как и чем живет сегодня в Сочи КВН? Как развивается, над чем или кем шутят местные КВНщики? На эти и другие вопросы нам ответит ведущий сочинской лиги КВН, участник команды «Утомленные солнцем» Павел Стишенко. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. В начале апреля в краевой столице прошел смотр-конкурс школьных команд КВН. Команда из Сочи с любовью вышла в финал. Напомню, что всего участвовало в фестивале 500 команд, вот наши ребята. Кто эти веселые сочинцы, как их отбирали и давно ли образовалась эта команда? Вообще в городе Сочи КВН получил второе рождение буквально в прошлом году. Вот отыгрался прошлый сезон и только началась была одна игра первая этого сезона, вот 16-го года. Ребята талантливые. Кто попал в Краснодар, там кто-то попал в Краснодар, кто-то попал в Воронеж. Очень сильно оздоравливается и набирает обороты сочинская лига КВН. Вот вы про нее как раз и сказали. Детки, смотреть на талантливых детей всегда хорошо. Вот всегда хорошо. Это одна из тех вещей, как вот на огонь, говорят, там можно смотреть бесконечно. Вот на когда ребенок талантливый, на это можно смотреть бесконечно. Школьники, я просто не отслеживаю четко, кто в Краснодар, какие именно и т.д. и т.п. Я знаю, что их 200 человек, этих детей, людей, они все приятные, все милые, все стараются. Потому что кто не старается, у него не получается. Ничего, как и в любом другом деле. То есть сегодня в Сочи есть КВНщики, за которых можно болеть? Сегодня есть в Сочи КВНщики, за которые можно болеть. Практически у каждого вуза есть команда. У нас во взрослой лиге межрегиональной Сочи играет 18 команд. И школьная лига при поддержке администрации города Сочи, при поддержке и занятиями, как сказать, в полной мере ребят, Людвиг Буеклян, Алик Джафаров, это два человека, которые это дело возрождают. Вот мы как ветераны, вот со своей супругой, с Еленой Рыбалко, я веду, Елена сидит в жюри, как можем этому помогаем? Ну вот правильно крестил нас, наш глава в городе Сочи, вы курируйте давайте, ребят, потому что вы ветераны. Вот мы как-то это дело курируем. Но Сочинская школьная лига впоследствии может состоять из порядка 50 команд школьных. Это очень много детей, и очень много они этим будут заниматься, если у них будет интерес. Но я думаю, хорошие, такие горизонты очень радужные. То есть вы как раз сейчас занимаетесь этим вопросом, развиваете школьный КВН? Мы развиваем, я его только веду, развивает его Людвиг, Алик. И вот, допустим, у моей супруги в Дагомысе, в поселке Дагомыск, есть команда появилась, состояется там уже 20 детей, дети разного возраста, от мала до велика, что называется, от 10 до 15. И они все, она учит их играть в КВН. Что такое? Мы когда появились, мы пришли, и на нас, как был режиссер, были авторы, потом сами начали придумывать. А здесь учат детей с 10 лет. Что это такое? В каком направлении надо развиваться? Здесь мы танцуем, здесь мы поем, здесь как придумать шутку. Что такое стендап-формат сегодняшний, очень популярный? Вот этим занимается моя супруга. А Людвиг занимается всеми школами, которые есть. Вот так. Здорово, здорово. То есть можно сказать, что в Сочи возрождается юмористическое движение? Возрождается, дай бог, чтобы выросли, как и на футбол сейчас все рассчитываются. Какое поколение будет играть в футбол? Вот, наверное, которое сейчас растет. Вот они будут играть. Так же и КВНчики. Вот они вырастут до 15-16 лет. И когда будут более высокие помостки постигать, тогда сценические. Тогда, быть может, поколение, вот сегодняшнее, у него есть все шансы стать такой популярной командой КВН. Это раз. А второй момент. Очень интересно. Очень хочется после утомленных солнцем, чтобы появилась команда вот такого же, извините, без ложной склонности, такого же уровня. Вот об этом я буквально сказать мечтаю. Но из всех КВНчиков на сегодняшний день в городе Сочи можно собрать такую команду. Просто нужно, чтобы звезды, простите, совпали. Вот именно, что согласитесь, что после утомленных солнцем вот был некий тайм-аут, да? Вот оборвалась эта линия преемственности. Что вот произошло в этот период? Закончились КВНчики? Не, КВНчики не закончились. Прошу прощения, не знаю, можно ли так пофамильно шагать. Ну вот Руслан Хачмамук, Дмитрий Никифоров, эти люди, которые организовали это все и вывели на определенный уровень. Мы там были 16-летними ребятами, которые туда пришли и начали играть. И здесь обязательно должен быть генератор. Вот, генератор, который это дело все будет продвигать и говорить как надо и на каком пути мы стоим. Но пока тайм-аут продолжается, команды нету, который быстро-быстро-быстро наберет популярность. Но команды нету, но команда набирается. Вот так можно сказать? Это да, это очень хорошо. Каждый год в январе внимание всех КВНщиков приковано к международному фестивалю КВН в Сочи. Да, вот фестиваль в Сочи, это как мекка всех КВНщиков. Именно здесь решается, кто будет играть в высшие премьер-лигах. Вот сочинцы попадают на этот экзамен? Да, а вот в этом году вообще четыре команды. Четыре команды, взрослые, осознанные, собранные, подготовленные, пошли выступать. Но сейчас КВНский фестиваль, КВНовский фестиваль проходит в несколько другом формате. Мекка, если раньше мекка была, это центр города Сочи в лице гостиницы «Жемчужина» и так далее. То сейчас это все, ну можно сказать, удалилось, переместилось на Красную Поляну. Я даже там не был ни разу, если откровенно. А вот ребята поехали, все 10 дней там жили, готовили команды. Ну вот, одна попала команда, насколько я знаю, в Воронежскую лигу, а другая попала в Краснодарскую лигу. Вот они уже, по-моему, сыграли. И что еще, так хотелось бы заметить, то, что это действительно как бы старт. Это действительно старт для всех КВНщиков. И атмосфера там непередаваемая, касаемо сочинского фестиваля КВН. И он сейчас чуть по-другому. То есть раньше четко, вот, плохо выступили или хорошо выступили. А сейчас высокий рейтинг, низкий рейтинг, как-то у них там называется. И они на ходу выбирают эти команды, смотрят их. Ну, состав высшей лиги мне не нравится в этом году, если честно. Вот, буквально вчера была игра 1-4. Ну, я могу сказать, что 2 часа, хотя 5 конкурсов, очень сложно это. Но 2 часа так сложновато. Не хочу никому ничего сказать плохого, но как-то сложновато. Нету вот ярких пятен, нету. Простите. Соглашусь. Вот помню фразу, плохо тот КВНщик, который не мечтает попасть в высшую лигу. Осталась ли цель КВНщика прежней? Попасть в высшую лигу? Услышать эту фразу, мы начинаем КВН. Или сегодня предел мечтаний у молодежи немного другой? Вот просто есть ощущение, что, простите, Камеди Клаб переориентировал многих ребят. Есть удачные примеры, что многие резиденты, большинство, они выходцы из КВН. Ну, в общем, что сегодня потолок для КВНщика? Потолок для КВНщика, не для начинающего стендапера или резидента Камеди Клаб. Потолок для КВНщика, конечно, высшей лига. Вот, каждый мечтает. Осталась все-таки цель прежней. Ну, конечно же. Это очень, все равно КВН, это очень хорошая школа. Когда попадаешь туда для артиста, для автора будущего, для просто человека, который будет шоуменом любого формата. Вот сейчас, ну, посмотреть вот по городу, все ведущие. Вот все ведущие. Мы ведем мероприятие, пожалуйста, любого формата, любого характера. А это же КВН научил. Даже невзирая на то, что кто-то в высшей лиге не был. Многие не были. Но учат этому все равно система и дисциплина КВН. Но потолком по-прежнему для КВНщика является высшая лига КВН. Там все по-другому. Мы, когда приехали туда на первую игру, я вышел на сцену. Ну, не сказать, что увидел Александра Васильевича первый раз. Ну, в общем, я не знаю, что произошло. Вот знаете, когда бывает, открываешь рот и не можешь разгарить. Вот так вот было. То есть это состояние, передающиеся. Вот так. Многим КВНщикам сегодня, ну, многие хотят играть, но многим сложно, вот, финансово я имею в виду, да, у кого-то даже нет средств на перелеты. Вот согласитесь, сочинцам в этом вопросе легче. Даже ехать никуда не надо. Масляков сам приезжает в Сочи. Да, да. Глава региона поддерживает это движение, он болеет за юмор. Вы чувствуете эту поддержку? Ну, тут летом произошло такое событие. Мы играли, Александр Васильевич нас собрал, вот именно, что называется, ветеранов. Тех, кому в среднем по 15 лет. Ну, допустим, Утомленным Солнцем. Утомленные Солнцем сыграли свою первую игру 15 марта 98 года. Мы сыграли в городе Воронеже свою первую игру. После этого, конечно же, нам не 15 лет, но они посчитали от 2003 года, вот, чемпионами, вот, 15 лет стали мы в 2003 году. И собрал команду КВН Абхазов, команду КВН Рудейен, команду КВН Утомленные Солнцем и команду КВН Томск, максимум они называются. Вот собрал четыре команды КВН, мы сыграли, назвали это все вечер встречи выпускников. И вот там я впервые увидел поддерживаемого нами губернатора, вот. И причем так получилось, что в конце игры, абсолютно случайность, у нас дети выходили наши на сцену и т.д. и т.п. Мы долго собирались, ну и сочинцы мы местные, долго собирались. И вот вышел я из этого зала Фрунзе, как-то не помню правильно называется, на Светлане играли, вот мы во Фрунзе. И губернатор со своим охранником стоял вот прям там, возле этого. Я подошел, я говорю, поздравляю вас, руку протянул, вот, поздравляю с тем, что победили выборы и т.д. и т.п. А он мне сказал, спасибо, спасибо, когда будем возрождать это дело. Вот его фраза. Я ему сказал, дальше смешно, можете вырезать, если что. Я говорю, да ну тут в принципе все говорят о возрождении, но никто этого не делает. А он мне сказал, на телефонах будем. Все. И вот так мы с ним разошлись. Вот. Но это ему интересно. По крайней мере он смеялся очень много. Они сидели рядом с Анатолием Николаевичем, с нашим Пахомовым. Они смеялись очень много. Ну там действительно была насыщенная такая мощная программа, и все специалисты там выступали. Там уже выступали артисты больших и малых академических театров. И все эти яркие пятна, о которых вы говорите. Да, конечно, конечно, конечно. Ну есть уже какое-то движение, толчок. У сочинского КВН есть свой дом. Ой. Что вы там делаете? Значит, что мы терпим жалобы соседей. Ну я вот шутю, конечно же, в большинстве. Но что мы там делаем? Все команды, когда готовят программу, они приезжают в конечном итоге показывать редакторам и руководителям лиги свою программу туда. Там происходят все сборы КВНщиков, которые происходят в городе Сочи. Вот. В конечном итоге КВН приходит в Зимний театр и дает концерт, проходит игра в Зимнем театре. Опять же, это очень высокий уровень. Я смеялся, что на сцену Зимнего театра вести КВН выходил Александр Васильевич Масляков, Александр Блинов. И почему так сложилось, что я. Вот. Очень я переживал по поводу этого факта. Трепещало все внутри. Но ничего. Зимний очень располагающий зал. Ну и вы представляете, сколько юмора находится в Зимнем театре. Сколько там выступила команд КВН. Эта сцена, она пропитана там вот этим юмором. Абсолютно все, которые сейчас люди являются знаменитостями Comedy Club, они все стояли на этой сцене. Она очень богатая и крутая, сказать, по-современному. Ну и, конечно, дом КВН появилось «Пристанище». По-другому это не назовешь. А то же мы ходили. Кто у кого в вузе, кто у кого дома и т.д. и т.п. А тут есть консолидированное определенное место, куда ребята приехали, показались, разбор полетов прошел и уехали. Очень и комфортное место, хорошее. Адрес такой у него хороший. И место там прилично. Людвиг Бойклин счастлив. И мы за него рады. Да, да. Ну, изменился наверняка уровень команд со времен «Утомленных солнцем». Ну, вы вначале уже сказали, что да, что нет этих ярких пятен. Пока да. Но что, что, люди не те? А вот, допустим, я просто скажу, вот Михаил Галустян учился, когда начал играть в команде «Утомленный солнцем», он учился в медицинском колледже. Теперь, который называется медицинский колледж, Хачмамук, Руслан ходил и на коленях выпрашивал декана, чтобы отпустили Галустяна на игры в Воронеж. Вот. Прямо вот он еще так смешно это делал. Он мог, весело опять же, мог, у него был файл какой-то с бумагами, он подкидывал его под колени, под свои. И стоялся и говорил, отпустите, пожалуйста, его. То есть вы хотите сказать, что эти люди, они жили КВНом? Да. А сейчас нет таких? Мы пока нет. Молодежь вообще другая. Молодежь вообще другая в плане того, что взрослеют люди раньше. Сейчас в 16 лет можно встретить профессионального футболиста, который уже прошел, ну я просто прошу прощения, так же и с КВНом получится. Вот. Который уже прошел всю школу футбола и играет чуть ли не в дубле там знаменитой команды. 16 лет, когда такое было? Да. 40-летние люди футбол играли, когда-то. Вот так же было и с КВНом. Посмотрите на «Уральских пельменей». Ведь они до сих пор, хоть это называется и шоу «Уральские пельмени», но они до сих пор играют в КВН. В принципе. В Comedy Club все больше и больше номеров, которые имеют стилистику КВНа. Там есть Павел Воля, который стендапит. Там есть, допустим, вот Гарик Харламов, но это же все равно КВНщик изначально. А Гарик Харламов сейчас один из самых смешных людей вообще России, в принципе. Но изначально он КВНщик. То есть школа КВН. Да. Школа КВН, она не умрет никогда. И большое спасибо Александру Васильевичу за то, что как-то вот это все-таки дело существует до сих пор. И ему в этом году, не будем греха таить, в 61-м году он появился, получается, 55 лет. Да? Вот. Это очень будет знаменитый такой, как широкого формата праздник и высокого уровня, потому что 55 лет. А ну-ка, что есть у нас здесь 55 лет? На полипропиленовые трубы, которые еще 50 лет не существовали, дают гарантию такую. А у нас 55 лет уже есть. Уже можно посмотреть на людей, которых стояли у истоков. Это хорошее, очень мощное движение. Получается, что сочинских команд пока вот они нашли свою, не нашли свой уникальный стиль. Они сами не знают, что не хотят некоторые. Вот. Ну, если так откровенно, я никого не хочу обидеть. Но если ты знаешь, что ты хочешь, ты к этому придешь. Они попробовали себя в КВНе, попробовали себя в спорте, попробовали себя с обеспеченными родителями, что угодно. И там он выбирает. Но если внутри не будет запала, не будет заряда, хоть КВН, хоть спорт, хоть музыка, не получится. Но талантливых ребят очень много, которые открываются ни с того ни с сего. Вот просто берут и открываются, что он и поет, и танцует, и может что-то придумать, ляпнуть, извиняюсь за выражение, потому что так это все равно рождается. Их масса. Ну, видимо, нужен этот стиль, как у тех же уральских пельменей. Конечно. Вот есть, и они живут все время, а у нас пока нет. Уральские пельменей – единственная команда, которая доказала, что команда может существовать более нескольких десятилетий. Они до сих пор работают в формате команды КВН. А это важно. Умение работать в команде – вот что молодежи не хватает. Многие вообще понятия не имеют, что такое умение работать в команде. Это важно. Это важно. Это и в комедий-клаб надо, это и в любом бизнесе надо. Умение работать в команде, знать свое место. Вот этого не хватает, молодежи. Но ваша супруга, Елена, сейчас учит их этому? Моя супруга учит и восторгается талантом детей. Можно сказать, что там дети Индива сейчас, там эра новая началась. Все это можно обсуждать бесконечно. Но детки молодцы. Детки приходят ни с того ни с сего. Ему 12 лет, а он знает все полнометражные номера команды КВН «Солнце» наизусть. И он рассказывает и Золушку, и Агутина-Сваруму. Ну вот такие, ну как бы, разве что пионерский хор никто не показывает, потому что там, конечно же, должен быть Михаил. Пока. Повезло сейчас нашему новому поколению КВНщиков. Их оценивает такое представительное жюри, да, как вот Елена Рыбалка, Валентина Рубцова, да, которая переехала жить в Сочи. Да, переехала в Сочи. Вот, они продолжают пропагандировать эту моду на КВН. И наверняка из этого что-то получится. Валентина Рубцова, когда первый раз посетила в жюри, Армен Авджан. Вот, это все люди, которые сидят в жюри. Дамей Чамба, он из Абхазии, тоже знаменитый КВНщик из нартов и из Абхазии. Вот такое звездное жюри у нас, конечно, там находится. Они помогают. Они помогают. Глеб Сипунов, который тоже сейчас стал привлекаться так основательно, тоже член команды КВН «Утомленный солнцем-2». То есть все эти КВН-овские традиции, они здесь? Да, да, они здесь. И они обретают глобальный характер. Ну вот, я говорю, нужно создать «Утомленный солнцем-2». Нужно создать такую команду, которая возьмет высшую лигу и будет там играть. Но для этого, я говорю, осталось одно, чтобы звезды сошлись, и молодежь все-таки тех 10-15 человек. Но они понимали, что они идут к этому. А не просто, чтобы оценки поставили в университете, или чтобы я на репетицию, а сам куда-то вместо занятий. Человек, прежде всего, молодежь должна понимать это сама. Мы показываем всячески, как это круто. С любой стороны мы показываем, как это хорошо. Вот так вот. А на какие темы сегодня шутят сочинские КВНщики? Вот на общероссийском уровне самые смешные шутки о политике. А вот у нас в городе топовые шутки о чем? О павакуаторах. Ну, топовые шутки об эвакуаторах, о девушках, которые не знают меры, о районах, где еще что-либо царит. Вот. Ну, это называется конъюнктура. Это то, о чем можно внутри города пошутить. И все эти темы выходят на первый план. То есть, в плане того, что про Анатолия Николаевича Пахомова шутят. Ну, ему это нравится наверняка. Вот. Он мне говорил сам лично, что мало вы шутите про Соси. Где вот это все? Где пропаганда? Где там каких-либо морей, Красной Поляны? Я не знаю, что угодно. Вот. Но про местные, на суть, про блондинок. Ну, шутят. Про это шутят до сих пор. Миниатюры все равно легче всего показывать. Про каких-то... Как девушка пришла в автошколу. Ну, в каком городе про это нельзя пошутить? Я думаю, во всех. И у нас она тоже очень востребованная тема. Вот так вот. Здорово. Ну, какую-нибудь шутку новенькую нам расскажите. Последнее очень... Чтобы колорит местный ощущался. Очень всем понравилось. Команда КВН шутила. Они сделали... Вот это сейчас очень популярная песня у Григория Лепса. С Меладзе, по-моему, они поют ее «Обернитесь». Да? Вот. Песня начинается... Как-то там поется... Люди не могут жить-то там... И, в общем, сплочаются они. Суть, что все вместе собираются и живут. Ребята берут и просто вместо людей ставят армяне. И, короче, армяне не могут жить. Там по отдельности собираются, организуют города. Ну, все. И сразу же... Здесь это смешно. Да, конечно. Конечно. Вот. И опять маршрутки. Вот еще тема. Маршрутки. Как их не обмусолить, эту тему. Прошу прощения за простую речь. Ну, вот это все. Если есть возможность пошутить, если есть возможность пошутить, человек пошутит. Смешно, когда школьник выходит и говорит, что вот у меня теща. Вот. Даже такое бывает. Вот. И ему говоришь, какая у тебя теща, тебе там 12 лет. А он говорит, ну, если мы придумали, это же смешно. Ну, вот. Даже и отстаивают очень часто. А авторов хватает? Или больше актеров все-таки? Нет. Это основная... Одна из самых основных задач, приоритетных, как у нас любят в городе говорить, это научить человека придумывать себе вещи. Или высматривать ситуации в жизни, по которой ты потом можешь посмеяться, над которыми. Это очень важно. Наблюдательность. Нужно созерцать. Нужно созерцать и созидать. У нас все на S. То есть, увидели, транспортировали, трансплантировали, передумали и выдали уже готовый продукт. Ну, это очень хорошо. Ну, а конкуренция есть? Вот те же из Сочи с любовью, да? Наверное, плохо вариться в собственном соку. Вот должно быть соперничество. Соперничество там внутри очень сильное. Да. Там есть женские команды, допустим, которые неплохо шагают. Вот. Есть команда из училища искусств. Сочинского колледжа искусства, он сейчас называется. Очень талантливые ребята поют, танцуют, выступают, тексты говорят. Вот. Потом из Сочинского государственного университета, показывают, что здесь близко. Вот. Из Сочинского государственного университета очень две, по-моему, или даже три команды. Конечно же, они между собой конкурируют. Конечно же, они один круче другого. Тем более, сегодняшняя молодежь. Я, нет, я. Амбиции у всех запредельные. Хочется, наоборот, осаживать. Конкуренция здоровая. Здоровая конкуренция. Дай Бог, чтобы это все продолжало процветать. Потому что КВН – это тоже мероприятие такое. Вот год отыграли, на следующий год нужно что-то по-другому делать. Начиная с декораций в зимнем театре и заканчивая сценарным планом вообще всех игр. А это сложно. Ну, как не сложно, а трудоемко. Вот так. Ну, и такой банальный вопрос. Чего хотите добиться, помимо того, чтобы создать команду «Утомленная солнцем-2»? Какие еще планы? У меня трое детей. У меня и у Елена трое детей. И планы, чтобы эти дети были здоровы, были правильные подходы к жизни у них. Но они смотрят на то, что делает папа с мамой. И, ну, порой очень сильно этому радуются. Ну, хотя у меня вот двое мальчиков, они занимаются футболом. Я очень проникнутый этой игрой сейчас. Сын у меня ездил в 2014 году на чемпионат мира, выиграл конкурс. На чемпионат мира выводил игрока на одну из игр с Бельгией, со сборной Бельгии. Вот. В восторге я от этого. А хочется, чтобы было вот такое небо, как сегодня. Причем с утра оно таким небом, а потом стало. Вот такое небо над головой было. И чтобы люди улыбались, радовались жизни и реагировали на все с изумлением. Потому что другой нет реакции. Нервничать не надо по каждому поводу. Нужно изумляться и восхищаться. Замечательный совет. Спасибо вам огромное за беседу, Павел. Спасибо. Вам очень приятно с вами познакомиться лично. Большое спасибо. Взаимно. На этом время нашей программы «Истекло». Будьте в курсе всех городских событий. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!